вот завтра этим жевжикам 5 месяцев это их оттуда выгоняю там убираю насыпаем полностью наливаю вода потом опять открыли они туда и вот надо посмотреть кто тут самый из них я вижу сейчас возьмем вот такой маркер открываем маркер вот я вижу один вот этот сейчас он подойдет его все заметим и ниже на ногах вот второй но он широкий андуха видео будет смотреть и уже будут значит я понамечал так ну он получит вот этот это порода кантура петра ангюрок я самому интересно какой мне будет сало ну я имею ввиду по толщине да вот пока готовы на мясо вот тот и и вот этот маленький но широкий ну а этот еще сейчас того наметим давайте для лучшими он на того можно еще будет вот это с трех мы выберем отдавать и пускай еще раз тут до следующего завета вот тут это поросяткам 5 месяцев почему но я считаю хорошо растут грубо говоря я не заморачиваюсь именно с форма мута все есть 3 не сотрется я считаю хорошо растут первый залог хорошего роста и привет это нормально не мешана не пойми что генетика то есть если тут а вот чистый дырочек чистый петренчик вот и результаты такие и я посмотрю буду я дальше делать такие эксперименты по тренд дырок постоянно чтобы себе оставлять нами на мясо и на сало посмотрю какой мне будет мясо сало и по толщине как бы вот так ребяту теперь покажу вам дырков маленьких возьму пару штуку руки не буду всех показать чтоб ее не не переживала свиноматка а то она и так стрессует возьму там пару тихонько и там где бетономешалка вам сейчас их покажу еще не экупированы но с хвостиками и с дубами до широкий наверно ты так все таки пойдет кина широкая а тут высокий и тут надо еще в андрюха потом сказать я думаю давай этого широкого а тут высокие длинные нет длинные рост у них разный то есть он кнопа самая маленькая но она нас изначально но все равно на пока все пойдут она подтянется долго не мог снимать видео уезжал к родственникам ну короче праздники были это сейчас появился работы куча всем ну я уже почти всем намешал намешали сейчас сколько меня просят как ты делаешь но у меня тоже по-разному получается если вот допустим как у меня сейчас 60 80 и 100 килограмм то я им ровер делаю как финиш в целях экономии я им не делаю на восемь с половиной полтора килограмма своего шрота и восемь с половиной зерновой группы я так не делаю я делаю типа как финиш и им завтра завтра у нас 12 им завтра ровно пять месяцев и посмотрим сколько эти будут а то я там тогда показал у 5 месяцев и 5 дней там 125 килограмм вот что то не может быть не так снял а сейчас я вот сниму так как есть я просто скину по ссылке но он уж сам сделаю так типа по ссылке посмотрите мы с Андреем кинем на веса и посмотрите какой будет вес мне самому интересно будет там такой же вес или может чуть больше а может быть чуть меньше это ровно в пять месяцев я вам сейчас покажу возьмем маркер и там пару наметим а Андрюха завтра придет там кто из них побольше того и на мясо и хочу рассказать по гроверу по гроверу я хорошо кормлю по гроверу до 50 килограмм вот допустим от 30 до 50 а гровер хорошо даю до 30 я даю старт а после 50 ну там 55 60 я даю тупо финиш а уже когда там больше за 80 за 90 килограмм я вообще ничего не даю из своего шрота а просто горох у меня гороха много одевать некуда и в целях экономии и по бмвд это не бмвд потому что я когда не занимался еще два года назад свиноводством мне сказали бмвд я думал это химия и я считаю не надо назвать бмвд назвать почему у вас классный качественный свой высший рот можешь так говорить можно зачем назвать бмвд пугать людей я думаю не надо и еще одно у у меня два дня назад родила дюрчиха она была покрыта искусственно с нашего комплекса у нас тут комплекс хороший искусственно дюрком я вам покажу маленьких дюрчат какие они мы завтра им будем купировать хвосты там прокалывать и кастрировать не будем потому что кабанчики там часть уже заказана и что-то может быть оставлю себе поэтому кому там надо у меня их немногих там восемь штук осталось она там два дня короче проблемная свиноматка два дня почти рожала первый день и вроде бы вышло все на второй день еще два ветеринар вытягивала руками а потом аж вышло остальное место поэтому и такая вявая была ну сейчас вроде бы нормально но я считаю ее на свиноматку не буду оставлять поэтому буду менять на другую дюрчиху это первое вот это покажу вам бирков пойдем выберем и как я делаю грувер ну грувер я думаю я вам покажу ну реально как я делаю качушки а вот эти наши жопастики или киевская генетика из моим пьетреном есть такие вот как допустим вот это за 80 уже есть хорошие чуть подставали то же самое кто знает сколько имеется тот знает кто не знает беру бедро набирает я уже знаю сколько набирать ставлю на веса 10 я по 10 килограмм вот так примерно там наберу чуть больше десяти вот там 10 700 я следующий раз наберу меньше цеплю не отношусь так прям граммка до граммки именно по зерновой группе так примерно раз раз плюс минус килограмм вот я бросил 30 килограмм на 30 килограмм но надо это надо считать я короче на 30 килограмм грувер делаю сейчас 4 4 4 с половиной килограмма на 30 килограмм а надо делать правильно зерновой группы это ячмень пшеница кукуруза это если все правильно делать 25,5 килограмм а соевого шрота не химии а соевый шрот 4 с половиной килограмм а я получается на 30 килограмм 4 4 с половиной но я бывает вообще-то и 3 с половиной но бросая горох они меня еще этих же пластики не перешили поэтому я пока так а тем у меня на горохе сидят сейчас сейчас а а а 4 а а а я не буду добавлять эти движки там все так потом тряпочка и длинночка видео выходят и смотрят много новых не только те что узнают поэтому надо все рассказывать все время за наметите вот этот хороший стоит прямо грудь широкая задница широкая вот этот первый вариант на свиноматку оставлю и тут еще на свиноматку эту беленькую поросятушки друзья по этим поросятам именно вот эти машины пускай еще побудут я потом вас наберу когда их забирать вот от этой свиноматки такие самые были поросяток как я вам только что показывал я тренеру канту уже забрали все он приехал ой тут так грязно понятно грязно меня 10 дней не было корыто работает как ничего не отгрызли ничего они разораду палочку эти американцы подтягиваются это те которые переболели от груши ну как слабенько петра и не а и все а так беру потом высыпаю насыпаю ведра и отношу в бункер по дюркам кому будет интересно но потом я точно скажу сколько там кабанчиков свинок продавали где-то аж наверно месяца под три дюрочек у нас и рождается мелкий и не так стартует как трехпородный гибрид медленней то есть они меньше при отъеме поэтому буду продавать месяца три и по три с половиной тысячи гривен а то знаем почем дюрок потом я сразу скажу кому надо кому не надо одному человеку если я не ошибаюсь печенек я обещал кантура ему продам какие договаривались за кантура ну потому что я пообещал кантура приехал по этим и забрал его получать за кабанчика у меня дома не было так что мы с тобой когда говорили я не помню сколько я тебе говорил так я тебе отдам дюрка вот так будет честно но так друзья пока еще куча новостей ну кто уже потом буду показывать мне кто-то писал что Боря пообрезай эти угольки но я там сколько мог обрезал но ему не так просто резать и вот это у него радость когда я мешаю стартовый особенно корм или пред старт маленьким поросятам сильно любит потому что там молоко да вот все друзья пока ждем следующего видео какой-то будет у кантура мясо сауна такой выход но я вам покажу все пока все пока 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 Продолжение следует...